Всем привет! В этом видео мы покажем обзор стелек с подогревом WarmaWare беспроводных на пульту. Это вот коробка, в которой они пришли. Начинаем распаковывать и посмотрим, что входит в комплект, как они работают, как ими пользоваться. Значит так, в комплект у нас входит такой вот черненький мешочек, инструкция на английском языке. Сами стельки, одна пара, пульт и зарядное устройство. Давайте сразу проверим характеристики зарядного устройства. Оно у нас на 4,2 вольта, от 100 до 240 вольт. Пульт. На пульте есть антенка и на пульте 4 кнопочки и индикатор. Перед началом эксплуатации мы позаряжаем эти стельки. Для этого нам нужно подключить стельки к зарядному устройству. Одну и вторую. Вот таким образом. Здесь у нас, видите, есть кнопочка и есть гнездо. Мы вставляем гнездо. Сначала в одно штекер, потом в другое. Затем включаем в сеть. В данном случае у меня розетка 220 вольт. В сети у нас показывает 212 вольт и их потребление 6,1 ватт. Потребляемый мощный стелек в час при зарядке. Если стельки заряжаются, светится красный индикатор. Если они зарядились, на этой вот лампочке на зарядке будет светиться зеленый индикатор. Это означает, их нужно отключить. При первом использовании стельки нужно зарядить и разрядить полностью где-то 3-4 раза. Желательно это делать на ночь. Управляем стельками с помощью этого пульта. Кнопочка ON включает стельки. Мы только что включили кнопочку, видите, да? Красный цвет лампочки говорит о том, что стельки включены. Можно их также включить вот этой вот кнопочкой, которая здесь. Красная лампочка означает, что это самый мощный режим обогрева. 45-50 градусов. Время беспрерывного обогрева при этом будет где-то 2 часа. Дальше кнопочка 2. Включается средний режим обогрева. 40-45 градусов. Загорается желтая кнопочка, видите? Это означает, что это включен второй режим работы. Время работы в втором режиме, это где-то 31-45 градусов температура нагрева. Составляет время работы где-то 4-5 часов. Третья кнопка включает. Самый легкий режим обогрева это 31-40 градусов. При этом загорается кнопочка зеленая в пятничной части. Вот. И на таком режиме они могут непрерывно работать 5, максимум 6 часов. Кнопочка OFF отключает стельки. Пульт может находиться на расстоянии 2 метра. Давайте сейчас замерим, как они нагреваются при максимальном режиме. Замерим пирометром. Включаем красный режим. Красный режим это у нас первый. 31-50 градусов их температура должна быть. Температура также зависит от температуры мороза в среде, где они находятся. От утепленности ботинка и так далее. Сейчас пока мы будем дальше снимать видео. Немножко они проработают. Пирометром замерим. Значит мы снимаем сейчас в помещении, где есть отопление. Сейчас немножко проветривалось. Сейчас вот измерим. Где-то вот может минута прошла. Измерим пирометром их температуру. Перед началом эксперимента. Тут у нас показывает 28 в пальцевой зоне. 25. Здесь у нас 19 и 20. В пятничной зоне. Правую стельку проверяем. В пятничной зоне у нас 20. В пальцевой зоне 25. Максимальный показатель. Вот уже даже 31. Уже 28. Насчет размера. Размер этой стельки М. Всего у производителя есть 4 размера. С от 36 до 38. М от 39 до 41. Л 42 и 44. И XL 45 и 47. Значит их можно подрезать. По белой линии. Значит как нужно правильно подрезать. Подрезать нужно сверху вот этой линии. Ни в коем случае не ниже. Если вы будете подрезать ниже этой белой линии. Вы можете повредить нагревательный элемент стелек. Стельки по своей форме они не плоские. Если вот так на них посмотреть. Они немного выгнутые. Что продиктовано тем, что они должны соблюдать ортопедический наклон стопы. То есть это стельки также есть ортопедические. Вот это вот здесь вот посерединке есть ямка. Если померить их размер. Давайте померим толщину стелек. В пальцевой зоне. Толщина стельки порядка 4 миллиметра. Ну до 5 миллиметров я бы сказал. В зоне средней 2 сантиметра и 8 миллиметров. И в пятничной зоне 2 сантиметра и это 3 миллиметра. По ширине стельки. Пятничная зона 7 с половиной сантиметров. Средняя зона 8. Это напоминает размер М. И скажем так вот на конце где-то уже 5 с половиной. Значит длина стельки размером М. Составляет 27,4 сантиметра. Прошло уже где-то более 5 минут. Мы можем замерить стельки. Для этого пирометром модели AR320 померим температуру поверхности стельки у пальцев. 34 градуса видим. 37 градусов. Пока максимальный 37. Перепад 20 градусов. Это там где нету нагревательного элемента. Так, средняя зона 32. 22,8 сантиметра, 21,5. Пятничная зона 22,2. Видим, что нагревается. У нас только зона пальцев. 38,8 уже есть показатель максимальный. Вторая стелька. 27,41 градус. Видите, да? 40 градусов. Если так вот на ощупь приложить, то я ощущаю тепло. Температура, значит, человека 36,6. Средняя. Значит, получается, что здесь больше, чем 36,6 градусов. Действительно тепло ощущается. Ну и насчет обуви. Стельки не подходят в модельную обувь. Они подходят в более объемную обувь. Вот такую вот, например. Или кроссовок, или это. Что такое? Более объемная зимняя обувь. Вот мы кладем их. И они вот плотно так вот прилегают. Что еще хочу сказать. Насчет того, как носятся сельки. Будем смотреть по отзывам наших клиентов. Но поскольку поставщик с этими сельками работает не один год. Отзывы положительные. Насчет режима носки. Желательно, чтобы на их сильно не прыгать. То есть, они годятся для повседневной носки. В экстремальных условиях. И срок их службы, конечно, возможно, будет меньше. Пока, спасибо за внимание. Если понравился обзор, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И ждем ваших вопросов в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok